Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. На этой неделе стартует акция «Подари мне жизнь». Именно о ней мы будем сегодня говорить заведующим отделением охраны репродуктивного здоровья президентского перинатального центра Маргарита Мордаян. Маргарита, здравствуйте! Здравствуйте! Маргарита, расскажите, что это за акция? Эта акция становится уже традиционной. На следующий год ей 10 лет. Стартовала она в 2008 году и была предложена как альтернатива к 14 февраля. Это такой российский праздник в российской интерпретации «День семьи, любви и верности». Приурочен он к этой дате именно потому, что в этот день, 8 июля, празднуется День Святых Петра и Февронии, которые были образцом христианской семейной супружеской жизни. И поэтому праздник семьи приурочен к празднованию вот этих вот двух святых. В этот день обращаем мы особое внимание на счастье материнства, на счастье родительства, на счастье семейной жизни. И пытаемся популяризировать вот эти все вещи в широких массах. Понятно, какие ценности несет в себе эта акция. А что она в себя включает? Какие мероприятия будут проходить? Ну, так как у нас медицинские учреждения отвечают за демографические показатели обязательно, поэтому очень много мероприятий проводится именно в медицинскими учреждениями в стране и в нашей республике соответственно. Конечно же, основные учреждения, которые в этом принимают участие, это родильные дома, женские консультации, то есть те или иные учреждения, которые оказывают помощь женщинам, которые непосредственно участвуют в улучшении наших демографических показателей. Мероприятий очень много, кто во что гораст, у кого на что хватает инициативы, фантазии. И это могут быть и конкурсы фотографий, и всевозможные акции на улицах, и конкурсы, концерты, выставки. Посвященные радости материнства. Посвященные радости материнства, счастью материнства. Ну и, конечно же, мы не можем избежать такой достаточно острой темы, посвященной еще профилактике аборта. Я знаю, что во время этой акции многие родильные дома Чуваши отказываются от проведения абортов. Это действительно так. Это одно из мероприятий, которое проводится не только в Чувашской Республике, а по всей Российской Федерации. В течение недели, с 10 числа, медицинские учреждения Чувашской Республики прекращают делать медицинские аборты по желанию женщин. Вот. И это тоже своего рода такой вот просто жест привлечения внимания к этой проблеме. Насколько вот... Ну ведь можно же подождать неделю, через неделю сделать эту операцию. Насколько это действенная мера? И, наверное, там не только просто прекращать как-то разговаривать с женщинами? Вы знаете, я думаю, что это дополнительный повод женщине задуматься. И есть вероятность, что в течение этой недели, в течение которой в медицинских учреждениях проводится и консультирование. То есть если женщина обратилась на аборт, все равно по закону Российской Федерации ее положено проконсультировать. В течение определенного промежутка времени она должна находиться в состоянии этих раздумий. Вот. А когда у нас появляется еще дополнительная неделя для этих раздумий, я думаю, что какое-то количество жизней мы можем сохранить, соблюдая вот эту неделю тишины. Вообще считается, что каждую шестую женщину, пришедшую на прерывание беременности, можно мотивировать где-то рождению, если ее адекватно проконсультировать. И этим на сегодняшний день, с 2012 года, активно занимаются медицинские учреждения Чувашской Республики. И в принципе, данные нашей работы согласуются с российской статистикой. Действительно, примерно 15% женщин, пришедших на прерывание беременности, оказываются мотивированным. И мы имеем порядка 600-700 рождений в год, чисто оказывая адекватное предабортное консультирование. То есть рассказывая женщине, что не надо этого делать? Ну, вообще, это же прописные истины, да? Рассказывать, что не надо делать это, наверное, как бы, ну, смешно говорить, ай-ай-ай, зачем ты это делаешь? Все и так прекрасно это понимают. Немножечко другой подход. Нужно женщине показать ресурс, которым она располагает для того, чтобы сохранить беременность. Потому что женщина, пришедшая на аборт, находится в узком коридоре. У нее в конце я пришла сделать аборт. Вот. Чтобы она задумалась, ей нужно показать, какими она возможностями на сегодняшний день располагает. Кто может ее поддержать? В том числе, какие-то государственные, возможно, поддержки существуют. Семья, как ее может поддержать? Каким, в конце концов, ресурсом по здоровью, например, она располагает? Каким она не будет уже располагать завтра, там, к 40 годам? После операции. Когда вот это все начинаешь рассказывать, женщины задумываются. Вообще, какая ситуация в Чувашии по проведению этих операций? Вот сколько у нас... Как мы выглядим на российском уровне? На российском уровне мы выглядим неплохо. На уровне Приворского федерального округа мы выглядим чуть-чуть похуже, чем на общероссийском. Есть регионы, близкие к нам по численности населения, по количеству рождений, но по количеству абортов мы по Приворскому федеральному округу чуть-чуть как бы отстаем от хороших показателей. Но, тем не менее, тренд у нас по снижению абортов положительный, как, в принципе, и по всей Российской Федерации. И очень бы нам, конечно же, хотелось, чтобы этот тренд был более динамичным, так скажем. Потому что есть методы по регуляции рождаемости более цивилизованные. Ребенок должен быть рожден в желаемое время и быть очень желанным. Но в нашей стране мы не исключаем рождение не запланированных, но очень желанных детей. Ну и для этого, наверное, как раз акции проводятся. Ну и кроме акций по прекращению прерывания беременности, наверное, какие-то лекции о ценностях семейной жизни или, возможно, по планированию семьи. Ну, в нашем отделении в течение всего года санитарное просвещение во всех, значит, медицинских учреждениях, вообще образовательных учреждениях по требованию. Мы занимаемся этой работой. А в эту неделю немножечко меняется акцент. То есть, допустим, если в течение учебного года мы деткам рассказываем в основном о физиологии, анатомии и гигиении, инфекциях, то именно в эту неделю у нас есть выезды в оздоровительные лагеря. Мы рассказываем уже о счастье материнства, о каких-то особенностях многодетных семей, о том, почему это хорошо. Ну и, конечно же, если это детки чуть-чуть постарше, затрагиваем мы проблему прерывания беременности в том числе. Ну и полового воспитания. Ну, это, в общем-то, все из этого и складывается. Значит, еще раз, да, в заключение. Когда проводится акция? И если вы, допустим, где-то кого-то встретили со словами, плакат со словами «Подари мне жизнь», то вы должны знать, что? Вы должны ожидать в совершенно разных местах нашего города, и в том числе в медицинских учреждениях, что к вам могут обратиться, просто подарить вам ромашку, например, как вариант, потому что символом этого праздника является этот цветок. Вам могут предложить раздаточный материал на тему, допустим, ухода за ребенком, листовочки о счастье материнства. Ну и это может происходить даже на каких-то площадках, около торговых центров. То есть кто во что гораздо, ждите, друзья. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я напомню, что сегодня у нас была заведующая отделением репродуктивного здоровья президентского перинатального центра Маргарита Мордаян. Мы говорили о стартующей сегодня акции «Подари мне жизнь». Если вам действительно актуальна эта тема, и вы стали участником этой акции, задумались на эту тему, мы будем очень рады. До свидания.